Сочи ежегодно подтверждает свой статус города, где комфортно не только отдыхать, но и жить. И происходит это во многом благодаря труду строителей. На курорте особое внимание уделяется развитию социальной сферы. Сочинским строителям есть чем гордиться, ведь они возводят новые школы и детские сады. Сегодня мы имеем город, который вырос на 200 тысяч населения. А это значит, что для строителей и для властей города новый вызов. Не хватает садов детских, не хватает школ. И только за последние 10 лет в городе построено 10 новых объектов школ. К 1 сентября планируется досрочно ввести в эксплуатацию дополнительные корпуса на 400 мест для начальных классов 82-й школы в Дагомысе и гимназии номер 15 на Макаренко. В этом же районе к концу года должна открыться новая 101-я школа на 1100 мест. Ответственные подрядчики будут продолжать строить школы и в следующем году. Работу тирана Геворкяна, например, глава города уже оценил и сегодня наградил его знаком почета. Социальные объекты, как вы сами знаете, это очень серьезные. Это дети, дети это надо в будущее наше, надо строить очень качественно. Я рад, что наш труд, наш родоначальник очень хорошо оценил, дал оценку отлично и предложил участвовать на Мамайскую школу. Не забывают в городе и про дошкольные учреждения. За последние годы в Сочи были построены 9 детских садов и 11 пристроек уже существующим. Всего же за 5 лет появилось более 5000 дополнительных мест. Темпы, набранные городом Сочи в строительстве социальных объектов, не планируются к снижению, а только к наращиванию. Уже отыграны контракты завершения пристроек к 3 детским садам ясельных групп. В этом году проектируется дополнительно еще 4 пристройки на следующий год ясельком. И у нас готовая проектно-смертная документация, прошедшая экспертизу для строительства в следующем году трех школ. Школы появятся в Красной Поляне, на Мамайке и на Бытхе. Помимо социальных объектов строятся дороги. С этого года Сочи участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого рассчитана на 6 лет. И в этом деле никак без профессионалов-строителей. Без них также невозможно обустраивать новые парки и скверы. Большая работа была проведена для соединения новой Мацестинской набережной и Теренкура. В ближайшее время одна из самых длинных и благоустроенных прогулочных зон Юга России будет открыта. Глава города подчеркнул, многие вопросы ремонта, строительства и благоустройства в Сочи решаются в том числе при поддержке бизнеса. За сотрудничество, профессионализм и вклад в развитие курорта строителям вручили благодарности и почетные грамоты от главы города.